Однополчане Великой Отечественной войны Краснознаменного Северного флота. Майор в отставке, ветеран 12-й Печенской Краснознаменной бригады морской пехоты. Историко-биографический сборник содержит сведения о боевом пути бригады, воспоминания и автобиографические данные участников боев. В составе 12-й Печенской Краснознаменной бригады морской пехоты Краснознаменного Северного флота. В период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. И ветеранском движении в послевоенный период. Сборник стал подарком ветеранам Великой Отечественной войны и библиотекам, в том числе и школьным города Архангельска 65-летию освобождения Советского Заполярья. Дорогие друзья, сегодня я хочу рассказать немного об авторе сборника, этом замечательном человеке, с которым мне довелось сдружиться в последние годы его жизни. Я занималась патриотической работой с молодежью. Александр Иванович охотно отзывался на наши просьбы встретиться. А при встречах всегда показывал фотоальбомы и рассказывал о своем боевом пути, о своих боевых друзьях, о нелегкой фронтовой жизни, о своей общественной деятельности. О таких людях можно смело сказать. Он прошел огонь и воду, и медные трубы. Александр Иванович Шишкин родился 25 октября 1921 года в семье крестьянина в деревне Брюхова. В настоящее время это деревня Игнашевская Каргопольского района Архангельской области. В 1939 году окончил Архангельскую фельдшерскую школу. В январе 1941 года фельдшер Шишкин получил назначение на Северный флот. Вскоре ему, учитывая хорошую спортивную подготовку, предложили обучиться на командира пулеметчика. В это время началась Великая Отечественная война. С первых дней войны Александр Иванович Шишкин находился на передовой в составе 2-го батальона 135-го стрелкового полка. 25 февраля 1942 года сержанту Шишкину присвоили звание военфельдшер. В составе 55-й отдельной пулеметной роты он участвовал в боях на полуострове Рыбачий до августа 1942 года, находясь в боевом охранении и на передовой в районе хребта Мустатунтуре. Александр Иванович – участник Пицама-Киркенецкой операции. В августе 1944 года его назначили старшим военфельдшером в арт-дивизион 12-й краснознаменной бригады морской пехоты. Всю войну тогда еще 20-летний Саша Шишкин прошел в составе 55-й отдельной пулеметной роты на полуострове Рыбачий. В сражениях с немцами не раз дело доходило и до рукопашной. По признанию Александра Ивановича было страшно так, что порой казалось легче не жить. Но как тяжело бы ни приходилось, ни пяди русской земли не было отдано врагу. За годы войны Александр Иванович побывал во многих смертельно опасных боях, получал контузии, но ни разу, спасая жизнь других, сам не был ранен. Красноречиво говорят о стойкости и мужестве ветерана многочисленные награды, ордена Красной Звезды, Отечественной войны второй степени, медали за оборону Советского Заполярья, за боевые заслуги, за победу над Германией и многие другие знаки отличия. После войны Александр Иванович продолжил службу, вышел в отставку в звании майор. Александр Иванович, несмотря на возраст, долгие годы принимал активное участие в общественной жизни города, много делал для того, чтобы никогда не прерывалась связь поколений, чтобы память о великих и трагических годах Великой Отечественной войны навсегда сохранилась в сердцах ныне живущих и будущих поколений. 25 лет Александр Иванович возглавлял Общественную организацию ветеранов Краснознаменного Северного военно-морского флота и был его почетным председателем. В январе 2010 года он в составе делегаций нашего города принимал участие в церемонии присвоения Архангельскому почетного звания «Город воинской славы». Работа Александра Ивановича по достоинству была оценена в нашем городе. Не случайно в год своего 90-летия он был удостоен высокой награды, нагрудным знаком за заслуги перед городом Архангельском. Замечательным подарком к 90-летнему юбилею Александра Шишкина стала книга Анны Андреевой «Очерки фронтовой жизни военфельдшера Шишкина», выпущена в Архангельске в 2011 году. Александр Иванович – один из тех людей, на которых должны равняться мы, наши дети и все будущие поколения россиян, считал мэр Виктор Павленко. Александр Иванович заряжал всех своим энтузиазмом и жизненной энергией, показывал, как жить в полную силу, не обращая внимания на мелочи и проблемы. Более полувека рядом с Александром Ивановичем находилась его верная супруга Тамара Ивановна. Они вырастили троих детей – две дочери и сына, которые пошли по стопам родителей. А еще у Александра Ивановича четверо внуков, о каждом из которых он всегда говорил с гордостью и любовью. До последних дней Шишкин был предан своим идеалам и чувству долга. Встречался со школьниками и молодежью, вел активную общественную работу. Скончался он 12 апреля 2012 года. Фонд его документов и фото был передан родственниками Музею истории медицины Европейского Севера в Северный Государственный Медицинский Университет. Листает память, как страницы, за часом час, за годом год, бревенник, западные лица, приказ «За Родину! Вперед!» И переброска на рыбачий Петсамо-Керкинесский бой, где главную была задача разбить врага любой ценой. Медали ваши не случайны, они свидетели боев, боев жестоких и кровавых за дом родной и за любовь, за выстраданный день победы, за то, чтоб каждая весна напоминала нам о дедах, кого забрала та война. Вы донесли до нас, потомков, святую память этих лет, чтоб возвращались мы к истокам и шли их подвигу во след. Спасибо за внимание! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok